МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что же, мы работаем традиционно, уважаемые телезрители, в прямом эфире. Ждем ваших звонков по телефону 202-11-22. Вы можете задать вопросы, касаемо, разумеется, нотариальной деятельности. Звоните, 30 минут в вашем распоряжении прямого эфира, а мы начинаем программу с такого вопроса. Учитывая актуальность темы оборота недвижимости, Полина Сергеевна, хотелось бы еще раз напомнить, а в каких случаях необходимо обращаться к нотариусу? С федеральными законами от 29 декабря 2015 года, 31 федеральный закон, и от 2 июня 2016 года, 172-й, были значительно расширены полномочия нотариусов по удостоверению сделок с недвижимым имуществом. Напомню, что обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Здесь очень важный момент, что доли, отчуждение долей именно в общей долевой собственности. Соответственно, если вы являетесь собственником целой квартиры и намерены продать или подарить часть доли, например, одну-вторую, то данная сделка нотариальной формы обязательно не имеет. Соответственно, общая собственность, она возникает в том случае, когда собственник два и более лиц. Второй вид сделок – это сделки по отчуждению имущества принадлежащим несовершеннолетним лицам и лицам, признанным ограниченно дееспособными. Третий вид сделок с недвижимым имуществом, которые были вновь введены в обязательное нотариальное удостоверение, это сделки по распоряжению имуществом на условиях опеки. Здесь говорится не только об отчуждении, то есть это и иные сделки по передаче во владение, в пользование имущества, например, договоры найма, договоры аренды каких-то нежилых помещений, договоры передачи безвозмездное пользование. Ну, вот, в принципе, основной круг сделок. Спасибо большое. Продолжим нашу беседу, но прежде примем звонок от телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас, принимаем звонок. Здравствуйте. Еще раз просим вас, вы в прямом эфире, программа «Территория права». Говорите, пожалуйста. Мы, к сожалению, не слышим вас. Перезванивайте. 202-11-22, если вдруг линия занята. Дозванивайтесь, мы обязательно примем ваш звонок. Но вот законодатель застает все более удобные для граждан условия в совершении сделок у нотариуса. А в чем все-таки преимущество именно нотариальной формы сделки, Алина Сергеевна? Ну, здесь все просто. За время существования нотариата сформировался очень эффективный механизм удостоверения сделок. Ну, во-первых, нотариус консультирует стороны, он выявляет намерения сторон. Соответственно, люди, как правило, знают, чего хотят, но не знают, в какую правовую форму это облечь. Соответственно, обращаясь к нотариусу, стороны сообщают о своих намерениях, и нотариус уже подбирает именно вид договора, который более удовлетворил бы все требования сторон. Также нотариус самостоятельно запрашивает документы, проверяет чистоту сделки. Нотариус удостоверяет сделку, он предварительно подготовил проект документа. То есть гражданам не нужно... По сути, ничего не остается делать, просто прийти нужно к нотариусу. И сообщить о своих намерениях. Также было добавлено полномочия на передачу документов на государственную регистрацию, что также сокращает время и какие-то даже временные денежные затраты на перемещение. И, соответственно, после государственной регистрации уже нотариус выдает готовые документы. Опять-таки, не нужно никуда обращаться ни в какие органы. Готовые документы после сделки. Дополнительные инстанции. Спасибо большое. Мы принимаем звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушаем. Здравствуйте. Я вот хотела задать такой вопрос. У меня инвалидность, вторая группа, да? Имею ли я льготы какие-нибудь? Да. После оплаты удачи, это самое там, или квартплаты. Скажите, обращаться за нотариальным действием или вообще вы говорите о каких-либо льготах? Льготах у нотариуса или вообще? Нет, 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 нет. Вообще. Вообще. Ну, не совсем, наверное, по адресу вопроса, но тем не менее. При совершении нотариальных действий, да, льготы предоставляются инвалидам первой и второй группы в рамках налогового кодекса. То есть данные лица, они являются льготной категорией граждан. Ну, к сожалению, по иным льготам. Да, проконсультируйтесь именно в данной инстанции, в какую вы хотите спросить об этих льготах. А у нотариуса льготы вы получить можете, потому что вы смотрите программу «Территория права» и нотариальные вопросы освещаются в нашем прямом эфире 202.11.22. Звоните к нам, пожалуйста, задавайте вопросы, собственно, по существу, к консультанту Нотариальной Палаты. Полина Сергеевна, так на ком же лежит обязанность по сбору документов к сделке? Кто это должен делать? Граждане, либо нотариус? И какие документы необходимо предоставить гражданину при обращении непосредственно к нотариусу? Либо можно сначала прийти на консультацию? Вот разъясните, пожалуйста, гражданам вот самый этот процесс. К счастью, законодатель наделил нотариусу право истребовать необходимые документы для совершения нотариального действия. В частности, очень налажено взаимодействие с органами Росреестра, с органами кадастрового учета, с налоговыми органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И при обращении к совершению нотариального действия, вам, в частности, коснемся удостоверения сделок, вам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Для граждан РФ это паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан это паспорт иностранного гражданина, либо иной документ международным договором, который удостоверяет личность. Также в случае обращения представителя по доверенности, либо закону представителя, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия, либо это доверенность нотариально удостоверенная, обязательно при обращении к нотариусу, либо это свидетельство о рождении в случае обращения родителей, законных представителей, либо распоряжение назначения опекуна-попечителя. Также предоставляются документы, подтверждающие принадлежность имущества, это простонавающий документ, договор купли-продажи, свидетельство о праве наследства, либо договор дарения, то есть то, что являлось основанием приобретения. И в случае государственной регистрации права предоставляется документ, подтверждающий регистрацию. Ранее это было свидетельство. В принципе, нотариус в любом случае заказывает выписку из государственного реестра прав недвижимого имущества. Это свидетельство уже как документ, который не обязательно сейчас предоставляется, потому что единственным подтверждением права является именно запрос выписки нотариусом в день совершения сделки. При отчуждении жилых помещений обязательно предоставлять справку о зарегистрированных лицах в жилых помещениях. К сожалению, это документ, который нотариус сам не может получить в рамках международного взаимодействия и вынужден гражданин сам предоставлять. В случае отчуждения совершения сделки с имущественно приобретенного брака необходимо согласие супруга обязательно получить на совершение сделок права, которые подлежат государственной регистрации. То есть это либо недвижимое имущество, поскольку у нас есть государственный реестр недвижимости, и, соответственно, реестр юридических лиц. По отчуждению от имущества, далее в основном капитале, также необходимо предоставлять согласие супруга. И в случае, если затрагиваются имущественные права несовершеннолетних граждан, либо ограниченной дееспособности, недееспособных граждан, также на совершение сделок, которые могут как-то повлечь уменьшение их имущественных прав, необходимо предоставить, чем будет согласие органов опеки. В принципе, перечень исчерпывающий на представлении. И он, кстати, сказать невелик. Мы сейчас обязательно эту тему продолжим, но прежде примем звонок от телезрителей. У нас есть на линии уважаемый дозвонившийся телезритель. Алло, добрый вечер. Вы в прямом эфире программы «Территория права». Алло, да, здравствуйте. Говорите, ваш вопрос. Здравствуйте, у меня по наследству вопрос. Пожалуйста. У меня держки не стало, он проживал в Хабарском крае. Если у меня нет возможности туда, не наездишься особо, как можно оформить минимальными затратами там наследство? В наследственном имуществе там квартира, сберкнижка. Больше там ничего нету, поэтому искать там ничего не надо. Все документы, правда, там находятся, у меня ничего нету. Спасибо. Вопрос интересный, Поляна Сергеевна. В принципе, можно... Поконсультируйте. Возможно, осуществление, выдачу свидетельства о праве наследства без заявки гражданин, но при представлении всех переченев, всего перечня документов. Ну, в первую очередь, вам нужно подать заявление о принятии наследства. Подать куда сразу, нотариусу? Туда или здесь? Ну, так как сейчас действует наследство без границ, в рамках каждого субъекта, соответственно, целесообразно направлять заявление в Нотариальную палату, и Нотариальная палата уже направит... Нотариальная палата Самарской области? Нет, Нотариальная палата Хабаровского края, да, так как из обращения следует, дедушка проживала именно в Хабаровском крае, место открытия наследства в Хабаровском крае, и, соответственно, уже нотариус данного субъекта будет вести наследственное дело. Соответственно, проще всего направить заявление в Нотариальную палату о принятии наследства. Алиса Сергеевна, можно прямо сразу, мы по пунктам будем, да, нужно что, зайти в интернет, найти сайт Нотариальной палаты Хабаровского края в электронном виде, либо в письменном написать, вот скажите, как? Так как нотариус, очень удобно ввели новеллу, нотариус может удостоверять документы в электронном виде. То есть вы обращаетесь к нотариусу по месту жительства ближайшему, можете с заявлением, нотариус действует поднес-подписи на заявление о принятии наследства, и вы можете получить документ либо на бумажном носителе, либо в электронной форме. В чем преимущество получения заявления в электронной форме? Соответственно, вы его, там, посредством электронной почты, там, или иного канала связи, который обеспечит защищенную передачу документа, направляете его либо в Нотариальную палату, если, там, нотариус, предварительно созвонился с Нотариальной палаты Хабаровского края, вы уточните, к какому нотариусу вам лучше обращаться, соответственно, можете на, либо в Нотариальную палату Хабаровского края направить это заявление, либо направить непосредственно на нотариусу, которого вы уточните. Вы можете направить либо посредством электронной связи этот документ электронный, который вам равнозначит, которого удостоверит нотариус Самарской области, либо получить заявление о принятии наследственного бумажного носителя и отправить заказным письмом с уведомлением нотариусу. И тот вариант надежен? Да, но, соответственно, вариант с электронным документом оборотом гораздо быстрее, конечно, пока до Хабаровского края достигнет этот документ. Попадав в заявление, нужно уже ждать обратной связи? Да, то есть заявление поступает нотариусу, обязательно укажите свои координаты, телефон для связи, нотариус принимает это заявление, регистрирует его в книге учета, заводит наследственное дело и далее уже вам будет обязательно приложить свидетельство о смерти. Как быть, если документы все находятся там? Давайте конкретно разберем этот пример, потому что я думаю, что таких вопросов много. Если документы на руках нету, то вам необходимо, лучший вариант, конечно, найти какого-то представителя, чтобы он мог получить, именно если есть родственники, к примеру, кому-то тоже дать доверенность на получение дубликата, либо свидетельства о смерти. Эту доверенность мы неоднократно говорили в наших передачах, можно получить у нотариуса здесь, в Самаре, и направить уже непосредственно туда. Потому что, конечно, в органы ЗАГС документы на электронном носителе вряд ли ему удобно будет с ними работать. Соответственно, уже получив этот документ, представив его нотариусу, также представитель может взять справку с последнего места жительства умершего. Носледственное дело открыто, дальше уже идет именно работа с документами на наследство. Так как, вы сказали, вклады, насколько я помню, и квартира, нотариус сам может разыскивать имущество по поросьбе гражданина, запросы в кредитные учреждения, либо банки он делает также самостоятельно, получает никаких ответов, с этим проблем нет никаких. Если право зарегистрировано на квартиру, также с этим нет никаких проблем, нотариус сделает запрос о содержании проустанавливающего документов в органы Росреестра, получает ответ, может запросить копии этих документов, и уже на основании этого также закажет кадастровую стоимость, и, соответственно, уже можно приступать к выдаче свидетельства о праве на наследство, если по течение шести месяцев. Очень подробный ответ, спасибо вам большое. Так я так понимаю, что ехать не нужно, можно посредством электронной почты все это оформить, как и, ну, доверенность вы сказали, писем на носитель, и сделать запрос в Хабаровский край, и получить свидетельство. Можно ли через... Да, получить... Существует возможность получения свидетельства о праве на наследство также по почте. Вы перечисляете на счет, открытый на имя нотариуса, нотариальный тариф, который, соответственно, у вас там выходит за оформление наследственных прав и за выдаче свидетельства, и нотариус по указанному вам и в заявлении адресу перестрелает вам свидетельство о праве на наследство. Но если квартира находится в Хабаровском крае, я думаю, что вам будет удобнее обратиться к этому же нотариусу, он передаст документы на госрегистрацию в Хабаровский край, и уже также вам конечные документы с зарегистрированным правом, выписку из Единого государственного реестра прав на движение мущества уже вам получат. Спасибо большое. Спасибо, что вы к нам дозвоните. Мы принимаем звонок очередной. Говорите, алло, вы в эфире программы «Территория права». Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите. Вот купила автомобиль, а он оказался в залоге. Мы, конечно, долго судили, залог сняли по решению суда, но в записи в реестре так и осталось. Каким образом нам нужно дальше поступить, как быть, поскольку банк не хочет исключать эти сведения и не согласен с решением суда? Спасибо. Я так понимаю, да, реестр залогов, который также ведут нотариусы. Но если вы приобрели автомобильное свое имя, я так понимаю, вы были признаны добросовестным приобретателем, соответственно, вы с этим решением суда, которое вступило в законную силу, надлежащим образом заверенная копия должна быть решение суда, у вас есть право не дожидаться банка, соответственно, видимо, не в интересах банка, если он обращается с иском суда об обращении взыскания на заложенное имущество, снимать эти обременения в реестре залогов. Вы в праве сами обратиться, то есть залогодатель, законом, основами законодательства Российской Федерации, центрять это право, к счастью, предусмотрено о том, что в случае, если залогодержатель в данном случае банк уклоняется от регистрации изменений либо исключения сведений о залоге, тогда вы сами в праве с решением суда обратиться к нотариусу с соответствующим уведомлением об исключении сведений о залоге. Нотариус данное сведение тоже не исключен. Можно обратиться к любому нотариусу? Да, это действие не имеет привязки никакой территориальной, к любому нотариусу этот реестр является единым, он также размещен, вот, соединение размещено на сайте Федеральной Нотариальной Палаты, соответственно, абсолютно к любому нотариусу Российской Федерации с этим можно обратиться. Спасибо вам большое. 202-11-22, телефона прямого эфира программы «Территория права времени» у нас еще есть. Дозванивайте, задавайте свои вопросы. Валентина Сергеевна, у нас есть еще один звонок. Послушаем телезрителя. Слушаем вас, алло. Здравствуйте. У нас такая ситуация. Моя соседка выключила договор ленты в 2006 году. Получает очень мало. К ней не приходят. «Возможно ли переоформить договор ленты на меня?» А договора ренты, либо пожизненного содержания сождевением, там пожизненная рента или так уже окажется? У нас вы на связи? Алло. На связи еще. Алло. Алло. Алло, вы слышите нас? Нет. Ну, давайте тогда рассмотрим два варианта. Рассмотрим два варианта. Так, ну, видимо, если не приходит, либо здесь имеет место пожизненная рента, либо ненадлежащее исполнение пожизненного содержания сождевением. Если же вам, ваша соседка, вернее, была заключена на договор пожизненной ренты, соответственно, там ежедневное какое-то либо ежемесячное предоставление ухода и явка плательщика рента, она, в принципе, не обязательна. Здесь уже нужно смотреть из условий договора. По поводу получения очень мало, это тоже, опять-таки, вопрос к содержанию договора. Но вот хочу отметить, что если договор был заключен в 2006 году, там, видимо, еще... В 2006 году. В 2006 году, да. Я услышала договор. Например, там действовали правила о минимальном размере оплаты труда. С 2013 года правила изменились. Сейчас минимальный размер рентных платежей по пожизненной ренте, он установлен в размере одного прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Сколько я знаю, это сейчас 9 тысяч, что там, с чем-то рублей. Соответственно, вам, у вашей соседки, имеется право требовать именно получения этой суммы. Соответственно, если выплачивается меньше, вот как они раньше платили, там, в 2006 году, она имеет право требовать именно возмещения этого размера. Даже со все эти годы компенсации. Да, с 2013 года она имеет право требовать, потому что закон вступил в силу и, соответственно, применяется непосредственно к правоотношениям, которые действуют в этот момент. Если же это пожизненное содержание с сождевением, то там условия более направлены на комфортные условия получателя. То есть здесь даже не может быть такого, да, варианта, если не приходит? Да, там размер увеличен, соответственно, там два прожиточных минимума. То есть минимум это 18 тысяч рублей может получать получатель рента. И в случае, если требуется какой-то уход, он осуществляется, этот уход предоставляется медикаменты на эту сумму, именно сумму рентных платежей. Оплачиваются там коммунальные услуги за жилое помещение, осуществляется уход, там, по договору, если там есть уборка помещения и так далее. Валентина Сергеевна, да, я просто хотела здесь вот дополнить. Если вот соседка, она заинтересованное лицо, и сама бабушка рента получатель, они могут прийти с этим договором, скажем, к нотариусу, проконсультироваться непосредственно уже с документами, да? К любому нотариусу, если у вас существует такая необходимость, конечно, нотариус оказывает бесплатную консультацию по вопросу нотариального действия. Но на что нужно здесь обратить внимание? Если уж договор заключен, он ненадлежащий не исполняется, соответственно, вряд ли, основание для расторжения данного договора должно быть именно неисполнение его условий. Соответственно, это нужно доказать, это нужно расторгать его только в судебном порядке. Да, скорее всего, конечно, вряд ли, потому что квартира уже перешла в собственность, плательщик и рент, конечно, он уже вряд ли согласится просто так вернуть все обратно. Соответственно, в случае, если стороны получателя ренты не устраивают исполнение договора, здесь единственный вариант – это обращение в суд за расторжением и уже заключение. Ну, соответственно, с доказательствами, да, не просто на словах, а должны доказательства. Необходимо предоставить доказательства ненадлежащего исполнения данного договора. И, соответственно, уже если суд приходит к выводу о том, что договор не исполняется, он признает, ну, расторгает данную договор, возвращает в сторону первоначальное положение, и уже тогда вы, конечно, можете рассмотреть заключение нового договора. Договора на новую условию. Спасибо большое. Принимаем еще звонок от телезрителей. Говорите, вы в прямом эфире программы «Территория права». Вас внимательно слушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте добры. Я сегодня обратилась к трех нотариусам. Да. И мне отказывают на основании моего паспорта, что якобы он просрочен в совершении доверенности. Вот так вот. Просрочен всего на две недели. Ну, положением о паспорте установлено о том, что паспорт в случае замены, то есть паспорт меняется, как мы знаем, 20 лет, 45. Он подлежит замене. И есть судебная практика о том, что документ, который, срок действия которого истек, является недействительным документом. В положении о паспорте, насколько я помню, установлена четко прописана действительность его только в случае внесения в него записи, либо отметок, либо каких-то сведений, неуполномоченным лицом, либо непредусмотренных положением о паспорте. Соответственно, в этих случаях он, там четко прописано, что он признается недействительным. Но нужно помнить о том, что недействительный документ, это также документ, срок действия которого истек. И паспорт, он является основным доказательством удостоверения личности. Нотариус обязан установить личность. И в том числе срок действия этого документа, он должен быть, конечно, соблюден. Никаких проблем нет. Если у вас паспорт подходит, соответственно, срок действия паспорт подходит к концу, вы обращаетесь в отдел внутренних дел, подаете заявление на замену паспорта, вам выдают временное удостоверение личности, в котором также задерживаются. В этот же день. Да, конечно, в этот же день он подлежит выдаче, потому что вы не можете ходить без документа, который удостоверяет вашу личность, потому что юридически значимые действия... Совершить невозможно. Да. И, соответственно, там также есть фотография. Этот документ, он установлен в образца, и уже по этому документу вы можете получить доверенность и совершить любое юридически значимое действие. Совершить доверенность, но, конечно, не нужно забывать, что все-таки документы нужно менять вовремя. Да, ну, конечно, бывает, что обращаются граждане, у которых и полтора года документ, то есть с паспортом, который уже происходил полтора, два, три года и так далее. Административное решение сейчас за это есть? Да, установлен административный кодекс, насколько помню, что там статья 19.25.12, сейчас уже не вспомню. Там установлен штраф, статья называется именно проживание на территории Российской Федерации без документа удостоверяющего личность. И там предусмотрено оставание либо неполучения, либо с документом, который вы просто утратили, не получили новый, либо срок действия, который истек. Спасибо большое. Ну что же, у нас есть еще один звонок, мы не можем оставить его без внимания. Говорите, пожалуйста, нет звонка, дозванивайтесь, время у нас еще есть, мы продолжаем. В предыдущем вопросе, который мы обсуждали, был перечень документов невелик. Вот несколько лет назад список документов для сделок был несколько больше, да, Полина Сергеевна? Да, ну вот именно от того, что наладилось четкое взаимодействие с органами Росреестра, которые обеспечивают государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, конечно, предоставление этих документов облегчилось. Нотариус сейчас самостоятельно запрашивает сведения, в том числе справки о содержании проустанавливающих документов. Нотариус правит запросить даже копию документов в случае, если у вас их вы утратили, либо как-то документы были повреждены, невозможно их прочитать, нотариусу есть это право. Кстати, нужно отметить, что с 1 января 2017 года два важных реестр, которые обеспечивают учет недвижимого имущества, это кадастр недвижимости, государственный кадастр недвижимости, и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, они объединяются в один реестр, он будет называться единый государственный реестр недвижимости. Я думаю, что в 2017 году мы более подробно коснемся этой темы, но прежде давайте сейчас послушаем звонок от телезрителей. Алло, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Говорите. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Можно задавать? Да, да, пожалуйста, пожалуйста, поскорее. Скажите, пожалуйста, вот приватизированную квартиру я хотела бы завещать сыну, но когда пришла я к нотариусу, она говорит, раз он единственный наследник, то это не обязательно делать. Скажите, правильно ли это? Спасибо. Но нотариусу надо доверять. Да, так как если он у вас единственный наследник, наследниками первой очереди являются дети, супруги, родители. Соответственно, если супруга у вас нет, родители тоже нет живых. Если сын у вас является единственным наследником, то делать завещание в данном случае не требуется. Соответственно, он наследует по закону иных лиц, которые могли бы претендовать на данное имущество, в принципе нет. Вам не нужно здесь беспокоиться и делать завещание здесь тоже, в принципе, беспысленно, абсолютно. То есть успокойтесь, завещание писать не нужно. Нотариус был прав. Завещание требуется, когда изменяется порядок наследования, установленный законом. Тогда необходимо составление завещания. Полина Сергеевна, у нас не так много времени осталось. Тем не менее, я хочу задать вам вопрос последний. Вот все-таки во всех ли случаях представление справки о прописанных лицах является обязателем? И нотариус как-то сам может получить эту справку? Ну, как я уже говорила, да. Единственным документом, который нотариус не может получить в рамках межведомственного взаимодействия, является именно справка о зарегистрированных лицах в жилом помещении. Но на что здесь важно обратить внимание? Этот документ очень необходим для совершения сделки. Именно по отчуждению жилого помещения. Потому что право пользования жилым помещением, оно обременяет недвижимое имущество. Нотариус обязан установить круг лиц, которые, соответственно, имеют права третьих лиц, которые имеют право пользования владения этим помещением. И это в первую очередь важно для покупателя. Потому что, ну, либо человек, который принимает дар данной имущества, ну, либо там переходит именно нового правообладателя. Потому что приобретение квартир с так называемыми мертвыми душами, очень много негативных последствий. Это и впоследствии невозможно просто... Очень сложно выписать этого человека только в судебном порядке. Соответственно, если же, опять-таки, для прекращения права пользования судебном порядке должны быть основания, соответственно, если это был заключен договор найма на определенный срок, то выписать этого человека до исчения этого договора, в принципе, невозможно. Потому что договорные условия, они должны соблюдаться. И права именно наймодателя, они переходят к новому собственнику. То есть справки должно быть в этой квартире, не прописан никто, да? Ну, либо... Должна быть реальная картина. Реальная картина. Соответственно, если там зарегистрированы члены семьи собственника, то при прекращении права пользования, права собственности собственника, соответственно, права членов семьи также прекращаются. Я прошу прощения, у нас время вы нашли... Там есть, конечно, еще некоторые исключения. Мы обязательно вернемся к этой теме. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. Следите за нашими анонсами программы «Территория права». Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.